автомобиль toyota corolla 2012 год те которые с 12 пошли g-chip у нас в этом автомобиле у клиента потеряны все мастер-ключи необходимо их восстановить сейчас имитируем полную утерю в этом автомобиле просто включим зажигание обычной болванки без чипа мобилайзер естественно ругается на приборе лансдор заходим в работу с мобилайзером да сначала подготовим чип заходим в специальные функции генерация чипов выбираем 4d выбираем 72 toyota g у нас обычный 60 и 80 битный помещаем чип в антенну нажимаем ok значит выбираем какой мы будем готовить в принципе любую позицию выбираете главное чтобы у вас не было два ключа одинаковых выберем 3 допустим или 4 мастер ключ чип у нас успешно подготовлен теперь уже заходим в работу с имму выбираем toyota выбираем пробуем по модели корова 12 механический ключ с g-чипом переходим к ресета блока иммобилайзера значит предупреждаю что иммобилайзер будет новом состоянии подтверждаем выключаем зажигание мобилайзер загорелся выключаем удаляем ключ нажимаем окей погас включаем зажигание подтверждаем расступила в программирование ключа в принципе сейчас уже можно поднести было бы ключ чип к замку либо на этапе программирования самого мастер ключа выключаем зажигание вынимаем ключ сейчас уже к чип новый которым подготовили подносим к ключу я вместе дабы уже неважно нажимаем ok дальше соответственно что мы будем программировать сейчас мы запрограммируем только мастер ключ чтобы видео было покороче вставляем ключ зажигание ждем 5 секунд точнее включаем зажигание ждем 5 секунд и ждем когда у нас лампа погаснет по крайней мере что здесь написано но вообще у toyota процедура программирования несколько иная programming complete при этом лампа у нас моргает а иная в чем потому что мы не включаем зажигание на toyota мы просто ждем когда лампы секретная отморгает давай попробуем выключить зажигание и 6 раз включить выключить зажигание чтобы выйти из этого режима все лампа у нас погасла значит мы выскочили из режима программирования ключей пробуем еще раз включить этим же мастер ключом зажигания опять как распределить мастер ключ ключом зажигания или нет если лампа не заморгала то есть не загорелась и потом погасла значит это мастер ключ если бы она загорелась и потом погасла это был бы технический ключ все первый мастер-ключина запрограммирован попробуем завести автомобиль машина заводится дальше нам необходимо будет до запрограммировать технический ключ и соответственно 2 мастер-ключ лучшую машину для этого заходим добавление ключа сжигание включить мастер-ключом собственно здесь так и написано как определить мастера и технического нажимаем ok ставьте запрограммированный мастер включите зажигание подтверждаем лампа у нас загорелась теперь ключ вынимаем из зажигания и вставляем уже наш второй мастер ключ который нам необходимо запрограммировать при этом сейчас мы зажигание не включаем а ждем когда секретная лампа отморгает это примерно минуту где-то 30 вспышек подтверждаем ну собственно предупреждаю что когда погаснет лампы тогда собственно процедура будет завершена далее программируем таким же образом и технический ключ также методом добавления ключа дождемся когда лампа погаснет если бы у вас лампа моргала там два раза или там часто моргает это значит что проблема в чипе и нужно использовать другой чип машине машина его не принимает лампа должна моргать примерно там 1 2 секунды все лампа погасла пробуем завести автомобиль уже этим ключом машина заводится теперь в памяти автомобиля два мастер ключа далее нам необходимо запрограммировать кнопки радиоканал они здесь не работают заходим remote убираем программирование ключей включаем зажигание нажимаем ok открываем водительскую дверь подтверждаем что все остальные двери закрыты вынимаем ключ нажимаем на кнопку закрыть открыть и потом на кнопку закрыть подтверждаем программирование завершено проверяем кнопки радиоканала работают всем удачи в рабочем вдвойной запрограмма